Хлеб моей жизни с самого детства. Еще когда жили мы в Краснокаменске, там была у нас собственная пекарня. Хлеб выпекали по авторской технологии. Я думаю, что это был девяносто первый год, наверное. Тогда была сумасшедшая безработица, в стране был какой-то хаос. Изначально, я думаю так, что у нас вообще не было названия. Потом появился Хлебомир и долгое время был с нами. Хлебомир нам очень нравилось название. Мы так комфортно с этим названием прожили 10 лет, но наступил такой момент, когда мы поняли, что мы становимся больше, что мы на самом деле выпускаем качественный продукт. И было принято решение регистрировать торговую марку, чтобы идти дальше. В какой-то определенный момент поняли, что это будет просто Кокарникова. Это наша фамилия и нам нравится это название. И сейчас уже спустя год, прошел год, и многие покупатели знают нас, как пекарня Коваль, конечно, вспоминает и Хлебомир. Но я думаю, что получилось удачно. Там все начиналось. И, значит, там место. В нашей пекарне место там. Что мне здесь благостно. И я считаю, ну я уверена в этом, что именно здесь, на этом месте, где я родилась, я родилась в этом доме, в котором мы сейчас с вами находимся, и где находится, по сути, мое производство. Только поэтому у меня успешное дело, у меня развивается производство, оно мне интересно, я его люблю. Только поэтому. И люди, которые работают. Это же большинство людей из числа безработных к нам пришли, и они стали профессионалами. То есть наша технология, она позволяет без каких-то знаний, ранее полученных, прийти и стать специалистом, хорошим специалистом и выпускать хорошую продукцию на нашем предприятии. Ну вот, я изначально выбрала этот путь. Путь быть ни на кого не похожим. Не заниматься массовым хлебом не потому, что это, там, какое-то пренебрежение. Вот. Ну, потому что очень много производителей, которые занимаются хлебом, массовым хлебом. И я должна была быть какой-то индивидуальностью, чтобы быть конкурентоспособной на нашем рынке, даже за Байкальском. Вот и все отсюда, вот все вот эти интересные хлеба. Ну, тут, наверное, слово «гурман» не подойдет. Самый главный технолог на нашем предприятии – это наш директор, это Надежда Александровна. И иногда я даже поражаюсь, как точно она может понять, где что нужно добавить, где-то нужно убавить соль, где-то выдержать температуру определенную. То есть всю продукцию дорабатывает она лично, вот. А мы просто идем вслед за ней, верим, и получается классно. Друзья, овансы, овансы, бизнес-плейди года. Девушка, которая доказала, что успешного бизнеса может быть женская лица. Сейчас я вам покажу то, где выпекается визитная карточка нашего предприятия – это хлеб в русской печи. Можешь показать? Будешь снимать? Ну, вот и нам то снять заодно. Можно вторую? Можно вторую открыть. И, значит, находится в производстве такой хлеб в 14 часов. И, значит, в печке он находится 2 часа. Вес такой булки – полтора килограмма. Учитывая потребности на сегодняшний день наших покупателей, я говорю о супермаркетах. Мы приобрели 2 года назад упаковочное оборудование. У нас не только упаковывается, вот посмотрите, какая машина упаковочная, но у нас еще и режется хлеб. Ну, изначально это были такие вот «Домашняя сдоба», да, вот такая «Венгерский калачик». То есть это из каких-то кулинарных книг. «Домашняя сдоба» – это «Сдоба моей мамы». Вот, можно сказать, из поколения в поколение передается. Тот же «Хворост», тоже рецепт моей мамы. Много рецептов у нас, конечно же, это старинные рецепты. Мы берем, дорабатываем что-то интересное. Бывает, что покупатели звонят, потому что мой телефон, он на всех рекламах, на наших машинах. И покупатель доступен, я доступна для общения, и покупателю это доступно – позвонить и что-то там сказать. У меня была такая смс-ка, сказали, что «А нельзя ли начинять пончики таким же конфитюром, как Шанюшка? Ну уж очень она у вас вкусная». Ну, то есть вот такие вещи. И я начинаю думать над этим, почему бы и нет. Также я периодически путешествую, да, где-то что-то я вижу, где-то мне что-то нравится, я понимаю, что я это могу, и мне прям западает в душу, и я вынашиваю это. А потом случается так, что я это произвожу. Ну, например, вот «Калачик венгерский» – это наша визитная карточка, у него очень интересная история. То есть это рецепт из старинной книги рецептов, потом уже с годами доработанный. Ну, также хлеб в русской печи. Сейчас, наверное, уже их много, но основные, то есть чего мы начинали наше производство, да, это «Калачик венгерский», печенье «Здоровье», там, ржаная мука, злаки. Такое оно тоже любимое. И самое интересное то, что каждая позиция найдет своего покупателя. Вот что-то… А, еще, кстати, хлеб фруктовый. У нас заказывают в разные города, мы отправляем периодически посылки. Иркутск, Братск, Санкт-Петербург, в Магадан. Ну, это нет, это неправильное словосочетание «жить на работе», просто «жить». Призвание я, ну, как бы об этом призвании-то я узнала довольно-таки в 40 лет с небольшим, да. Есть люди, которые проходят мимо своей профессии. Это результат дела, которым нравится заниматься. И, конечно, не было у нас в планах чего-то определенного. Мы просто идем, делаем свое дело, нам это нравится, мы видим результат. И людям это нравится, и это классно. Получать классные отзывы очень приятно. Мне не давали кредит 3,5 года. Да? Я где только не ходила, с какими сумками, с какими залогами. Ну, это очень сложная ситуация была. Но когда у меня случилось то, что у меня случилось, мне наконец-то дали кредит, и я построилась, к этому времени построили федеральную дорогу. Представляете, если бы я раньше получила эти деньги и построилась, мне бы некуда было девать свою продукцию. Потому что по той дороге, существующей на тот момент, которая была между Халбоном и Читой, нереально было ежедневно перевозить выпечку. Просто нереально. Ну, это я уже говорила о производстве. В районе 70 человек у нас среднесписочная численность. А что касается розницы, это 15 человек у нас уже в Чите работает. У них уже есть свой почерк, занимается эта Валентина, начиная с оформления, вывески, заканчивая спецодежды продавцов, упаковки. Все это ее заслуги. Она разрабатывает, у нее даже есть личный свой модельер, который придумывает, и она осуществляет это. Это классно. Мы периодически вывозим работников из Читы, то есть продавцы, они должны видеть, как это все производится, какой труд, чтобы они потом могли это правильно продать, донести до покупателя состав продукции, историю, может быть, какой-то продукции. Наши предприятия находятся в поселке Халбон. Население Халбона 2,5 тысячи. Ну, раньше градообразующим предприятием было восточные электросети Чита Энерго. Сейчас мы начинаем уже соперничать с этим предприятием, так как у нас довольно-таки приличный коллектив. И можно сказать, что два градообразующих предприятия, то есть к восточным сетям присоединилась компания Хлебомир. Наверное, у каждой цели или у каждого достижения есть какой-то свой путь, своя цена. И когда вот ты ее заплатишь, у тебя получается результат. И люди свои приходят вообще классно. Я не мечтала о такой команде, а просто я до нее дожила. Вот команда управленцев, которые мне нравятся, которые со своими идеями, вот, и которые рядом с тобой. И вообще всему свое время, я сейчас это понимаю, что всему свое время. Даже снова возвращаясь к этому бережливому производству, два года назад это не произошло. А сейчас, когда у нас уже те мощности, те площади, люди и даже человек, сейчас мы созрели для того, чтобы мы взяли отдельного человека. И мы можем ему платить зарплату для того, чтобы вносить вот эти вот новшества, какие-то изменения. И пришел тот человек, который должен был прийти на это место. Так что вообще все, всему свое время. Уже который раз в этом убеждались наши сама. У нас все права зарегистрированы, то есть это авторское произведение. Будем работать в этом направлении, скорее всего. Для меня сложно ответить на этот вопрос. Почему? Потому что я живу одним днем. Вот день наступил, я живу этим днем. Второй день наступил. Поэтому вот тот дом, который появился у меня только сейчас, когда мне 57 лет, это говорит о том, что я не планирую и не планировала жизнь на 5, на 10 лет вперед. Я думаю, что вообще всем в этой жизни руководит любовь. Любовь к своему ребенку. Любовь к тому, что ты чем занимаешься. Ну и тогда трудности вообще не замечаешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...